Сотовые телефоны сданы, документы о неразглашении подписаны. По легенде, участники деловой игры в рамках городского проекта «Профтренд» оказались на режимном объекте. Педагоги перенеслись в далёкий 2033 год. На ближайший час им предстоит переуплатиться в сотрудников сверхсекретного конструкторского бюро. А помогут им в этом те, кто в реальной жизни каждый день сталкиваются с чертежами изделий. Мы сегодня пригласили действующих инженеров-конструкторов, инженеров-технологов и настоящего главного конструктора. Педагогов поделили на три команды, каждая из которых должна спроектировать деталь. После создания чертежа участникам предстоит пройти несколько этапов согласования изделия. Победителем будет считаться то конструкторское бюро, которое выполнит все требования и первым получит печать главного конструктора. Для школьников, наверное, когда я была сама школьником, понимаю, что когда просто вот нудная лекция, она вообще никому не нужна. Мы выбрали специально такую игру, как бы специально, что на каждой стадии, как квест. Сейчас это очень модное, наверное, направление, как квест, когда каждый разгадывает. На каждой стадии мы специально разработали роли у каждого из нас. И специально придумали легенду, специально придумали задания, специально придумали такие детальки, низ такие несложные. Новый формат деловой игры в рамках городского проекта «Профтренд» сначала предложили опробовать на себе учителям и заместителям директоров школ. И уже только потом выйти на целевую аудиторию учеников 9-10 классов, учитывая все пожелания и замечания педагогов. Они каждый день работают с детьми, мы каждый день работаем с документацией и с деталями, поэтому мы немножечко далеки от детей, не знаем, чем они уличены, будет ли им интересно. Поэтому мы решили сначала попробовать на учителях, потом они внесут свои коррективы, что им было сложно, что им было трудно. Деловая игра в рамках атласа профессий внеев для школьников пройдет 11 января во Дворце детского творчества.